И вот ваши дальнейшие действия, кроме письма президенту? Почему я так думаю? Дело в том, что вот та ситуация, которая описана была в ответ на письме президента, после нее, собственно, и пошли все эти преследования и проблемы. А подтверждением моих слов является просто изучение моего дела, которое было просто с вступившим беззаконием, с фальсификацией, со всеми нарушениями, с оговором, напрягали свидетелей и так далее. Здесь все это написано. Даже вот вы посмотрите, в момент один вам приведу. Следователь не предъявил обвинение 500 миллионов рублей. Это была просто текущая кредиторская задолженность. Текущая кредиторская задолженность населения. Что следователь, который готовил обвинение, он еще не может кредиторскую задолженность отличить от возможных хищений? Ну, это значит, получается, непрофессиональный человек, который не может это отличить. То есть, конечно, профессиональный. И почему это сделано? Ну, потому что было громко, что было 500. И даже, посмотрите, уже сейчас же понятно, что это не 500 и так далее. До сих пор 500 так это и идет. Как про забор в заводском районе. Пусть когда написали, что забор там украден. И забор не украден, все выяснил, загаден. А до сих пор все еще нет-нет где-то склывет. Вот по тому украденному забору. Вот эти 500 миллионов. Надо запустить, понимаете. Дело в том, что в первую очередь была запущена информация, которая была рассчитана на то, что пороченную репутацию. И деловую, и вечности. А потом дальше уже по ходу дела пойдет. Такой вопрос. Вот эта информация вечно витает в интернетах о том, что вы скрывались якобы в Израиле, то в Америке, то еще где-то. Вот правда, что вы не покидали? Абсолютно, конечно. Ну, я никуда не покидал. Дело в том, что у нас очень хорошие погранвойска. Неужели вот это всерьез можно верить, то, что у нас человек может как в квартире гулять и туда-сюда через границу путешествовать. Туда-сюда. Ну, просто, знаете, это сами обвинения не просто абсурдны. Сами по себе. И вот последний вопрос. А что же изменилось, что вы вернулись? Вот что именно изменилось? А поменялись все руководители прохранительной структуры в Саратской области, которые, безусловно, в той или иной степени были к этому, имели отношения. То есть вы следили за тем, что вы приходите в Саратове, да? Конечно, конечно. В Саратове. Конечно. А все-таки кто вам подсказал, чтобы вы все-таки пришли в следственный комитет? Может, это семья, может быть, адвокат? Самостоятельно? Самостоятельно? Ну, конечно. Дело в том, что следственный комитет... Почему? Потому что я вообще рассчитывал на то, что следственный комитет будет заниматься расследованием моего дела. А его перепроводили опять в полицию. То есть практически у меня занимается шатров, тот, который осуществлял первое дело. Ну, как я не знаю, ну, как они могут... Ему, кстати, даже под шатров поручили рассмотреть мое заявление о преследовании. То есть здесь вообще псов полный. Ну, как я должен... Ну... Ну... Продолжение следует...